Улица Космонавтов наконец-то станет единой. Сейчас ее прерывает промзона. После реконструкции она будет пролегать параллельно Гайдашовке и поможет разгрузить этот участок. Точных дат пока нет, еще не определен подрядчик. А где еще в городе появятся новые улицы и дороги, расскажет Денис Денисов. Место, где мы сейчас находимся, называется Ястынское поле. Правда, большую его часть занимает вот эта автостоянка. Именно через нее должна пройти новая дорога, первый этап строительства, который намечен уже на этот год. Начинаться новая дорога будет от дома по адресу Ястынская, 3А и заканчиваться в районе Матезалки, около 41 и 39 домов. А вся ее длина составит около 600 метров. По задумке проектировщиков, дорога должна стать своего рода дублером вот этого оживленного участка проспекта Комсомольский. В часы пик он практически всегда забит пробками, а новая дорога поможет разгрузить его. Ну а теперь мы около Северного шоссе, примерно на том участке, где оно встречается с улицей авиаторов. И здесь строят сразу целый новый микрорайон, который станет частью жилого массива Солонцы-2. Сейчас к новостройкам ведет только вот эта грунтовая дорога. И чтобы найти ее еще, нужно постараться. Само собой, разумеется, что вместо нее планируют новую, капитальную, вокруг всего микрорайона. Но администрация пока не нашла подрядчиков. Ни на написание проекта, ни на саму стройку. Поэтому начало работ в этом году, пожалуй, ждать не стоит. Ну а в Ветлужанке никакой новой дороги не появится, но масштабы реконструкции, которые ждет улицы у Елены Стасовой, вполне сопоставимы со строительством новой улицы. Помимо самого дорожного полотна, подрядчик должен будет заменить бордюры, обустроить тротуары, газоны, остановки и светофоры. Все работы будут проходить на участке от улицы Лесопарковой до поворота на кластер «Радуга». Это один из объектов грядущей универсиады. Всего на это потратят 43 миллиона рублей и обещают сдать до 31 октября. К сожалению, во время реконструкции придется спиливать деревья, которые мешают проведению работ. Всего 283. Но не стоит по поводу этого переживать. Губернатор края как-то пообещал, что вместо каждого спиленного для строительства объектов универсиады дерева будет высажено три новых. И будем надеяться, что Виктор Толоконский свое обещание исполнит. Денис Денисов, Илья Сенкевич, 7 канал. Денис Денисов, Илья Сенкевич, 7 канал.